Вначале представлюсь. Меня зовут Иван Егоров. Я представляю компанию i-Energy. Это российская компания, которая изначально организовывалась как консалтинговая фирма, занимающаяся исследованиями российского рынка возобновляемой энергетики и поиском точек ростов на нем. Сейчас мы немножечко переориентировали свою деятельность и в сотрудничестве с нашими партнерами западными и с рядом инвесторов выступаем как компания, которая реализует биогазовые проекты на территории России и стран СНГ. То есть выступает в рамках экологической и энергосервисной компании, самостоятельно строящей биогазовые установки и занимающейся продажей продукции этих установок. Моя сегодняшняя лекция будет посвящена рынку биогаза в мире и особенно в России. и фактором его роста, состоянию нашей газовой, электроэнергетической отрасли и также фактором окупаемости и доходности биогазовых проектов в суровой российской действительности. Вначале хотелось бы пару слов сказать о том, что такое биогаз. Биогаз – это, в общем-то, тема вчерашнего дня, не новая, не космическая, как многие считают. Это полный аналог природного газа на две трети состоящих из чистого метана и на одну треть из СО2 и других примесей. Уже несколько сотен лет биогаз используется в быту в сельской местности во многих странах от Европы до Индии и Китая, но лишь после энергетических кризисов 70-х годов он начал использоваться в промышленном объеме для производства тепла и электроэнергии. Вот вы видите упрощенную схему биогазовой установки. В качестве сырья для производства биогаза используются любые виды органических отходов. То есть это отходы агропромышленного комплекса, это отходы пищевой промышленности, отходы городских очистных сооружений, это выращенная зеленая масса. После этого она направляется в так называемые биогазовые реакторы, метантенки, по-другому их еще называют ферментеры, где в анаэробном режиме без доступа воздуха происходит брожение, бактерии питаются органической массой и выделяют биогаз. После этого мы биогаз можем использовать в любом случае как обычный природный газ для работы теплоэлектростанции, для локальной газификации, а также в качестве моторного топлива. На выходе мы также получаем два очень важных элемента. Первое это высококачественные биоудобрения, о которых я уже чуть позже расскажу. И самое главное, любая биогазовая установка является очистным сооружением, поскольку отходы превращает в чистую воду, ну и как я уже сказал, удобрения. То есть фактически биогазовая технология находится на стыке и энергетики, и агропромышленного комплекса производства удобрения, и экологии. И именно поэтому она получает сейчас бурный рост. Ну вот, собственно говоря, здесь вы видите еще раз основную продукцию биогазовой станции. Как я уже сказал, в мире произошел мощный рывок развития биогазовых технологий после энергетических кризисов 70-х годов. И если говорить о промышленных установках, то здесь безусловным лидером является Европа, а именно Германия. В настоящее время несколько процентов, по разным оценкам от 3 до 5 процентов суммарное производство электроэнергии в Германии обеспечивается за счет биогазовых установок. В стране существует уже порядка 9 тысяч мощных станций, и к 2020 году планируется как минимум удвоение этого показателя. Среди стран Европы надо, конечно, отметить Данию, которая отличается наиболее интенсивным использованием биогазовых установок, поскольку в суммарном электроэнергетическом балансе они уже имеют заметную роль порядка 20%. А в целом по миру еще одной страной, которая, так сказать, отличилась на поприще биогазовых технологий, является Китай. В Китае эта тема получила мощное развитие еще в конце 50-х, начало 60-х годов, но не как промышленное, не на промышленных установках, а именно на мелких подсобных хозяйствах. В настоящее время в сельской местности Китая существует около 30 миллионов индивидуальных биогазовых установок. И в целом по Китаю с учетом промышленных биогазовых станций ежегодное производство биогаза составляет 16 миллиардов кубометров в год. То есть это значительный процент от общего производства и потребления газа в Китае. В остальных странах, например, в Соединенных Штатах Америки, эта тема по разным причинам не получила должного развития. Вот здесь вы можете видеть сравнение ежегодного производства биогаза в европейских странах. Видно, что Германия, конечно, лидирует. Эта схема немножечко устарела, тут 2007 год, но во всяком случае сейчас можно с уверенностью говорить, что суммарное производство биогаза в странах ЕС уже превысило уровень 10 миллиардов кубометров в год. То есть это фактически уже приблизилось к китайскому уровню. Как вы видите, рост инвестиций в эту отрасль в Китае тоже составляет приличную величину. То есть это порядка полумиллиарда долларов в год. И Россия на этом фоне, конечно, выглядит бледно. У нас всего лишь две работающих установки, причем промышленного уровня, можно сказать, только одна. Это на московских очистных сооружениях, ну и еще примерно 2-3 установки в настоящее время строятся. Вопрос тогда, почему мы решили у себя в Аэнерджи и совместно с коллегами обратить внимание именно на российский рынок. Очень часто нам задают вопрос, вот в России огромные объемы резервов природного газа, добыча природного газа тоже. Запасы составляют, обеспечены запасами порядка 80 лет. На что вы рассчитываете с нашими ценами на энергоресурсы, пытаясь продать или реализовать здесь у нас проекты биогазовых станций? Ну вот как раз на наш взгляд в проблемах российского топливно-энергетического комплекса, в проблемах российской централизованной энергетики, газовой отрасли и электроэнергетики кроется ряд факторов, которые способствуют рынку биогаза. Во-первых, собственно говоря, в газовой отрасли у нас не так все благополучно, как хотелось бы. Действительно, в 90-е годы, пожалуй, газовая промышленность России была единственной отраслью экономики, которая не испытывала спада, где наблюдался рост производственных показателей, было благоприятное состояние основных фондов, только что были введены крупные месторождения, такие как Ямбург, Уренгой, Заполярные, которые обеспечивали львиную долю добычи. Газ был одним из самых дешевых в мире, и, естественно, дешевый газ обуславливал дешевые вторичные энергоресурсы, это электроэнергия, теплоэнергия. Однако, за последние 20 лет ситуация очень сильно изменилась. Темпы падения добычи на месторождениях, введенных в советский период и в 90-е годы, они, как видно на этом графике, составляют порядка 25-30 миллиардов кубов в год. То есть, фактически, за каждые 5 лет в настоящее время Россия лишается третьей годовой добычи природного газа. И, к счастью, до последнего времени вот это сильное падение удавалось компенсировать. В частности, в начале 2000-х годов был введен последний, вот этот, можно сказать, советский газовый гигант заполярное месторождение, который сумел компенсировать это падение. В 2007-2008 году вышло на проектную мощность южно-русское месторождение. Но с тех пор, то есть, примерно с 2007-2008 года, не осталось крупных газовых месторождений, которые бы были готовы к началу эксплуатации. То есть, безусловно, Россия остается самой богатой в мире страной по запасам газа. Но эти запасы мало просто иметь. Их нужно еще освоить, подвести инфраструктуру, построить трубопроводы. И это дело достаточно длительное. Инвестиционный цикл разработки крупного месторождения занимает 10 лет. И мы видим, что срок освоения и ввода в эксплуатацию новых месторождений, он упущен. И срок отставания от графика, что называется, графика падения добычи, он составляет порядка 10 лет. И уже в начале 2000-х годов многие эксперты, занимающиеся газовой отраслью, они предрекали начало очень сильного производственного кризиса, резкого снижения добычи после 2010 года и возникновения как следствие дефицита газа. Поскольку, как вы, наверное, знаете, у нас около 600 миллиардов кубометров в год добывается. И примерно 400-500 в разные годы, разные показатели потребляется. Так вот, мы видим, что единственным спасением от дефицита газа стал кризис 2008-2009 годов, когда по причине рецессии снизился спрос и на внешнем, и на внутреннем рынке. Но мы видим, что эта проблема временная, поскольку добыча продолжает падать. И мы видим, что если каждые 5 лет не будет выводиться такое крупное месторождение, допустим, как заполярное или среднее месторождение, как южно-русское, каждый год, то мы этот дефицит газа получим просто на несколько лет позже. Если проанализировать темпы ввода новых проектов, то мы видим, на что надеется, допустим, Газпром. Он надеется на разработку месторождения Ямала, на разработку Штокмановского месторождения, на разработку месторождений Восточной Сибири. Но кроме Ямала, большая часть этих проектов имеет в основном экспортное назначение. То есть она не решит проблему газа в сегменте российской системы, не решит проблему дефицита газа в сегменте российской системы газоснабжения. И сроки отставания от графика здесь значительные, потому что из-за недофинансирования мы здесь видим картину, что дефицит газа может у нас занять все 2020-е годы и вторую половину 2010-х годов. В результате у нас единственный выход из этой ситуации – это рост цен становится, потому что дефицит нужно чем-то компенсировать. Естественно, в правительстве его собираются компенсировать сокращением внутреннего потребления. И еще в 2007 году было принято постановление, которое подразумевает рост внутренних цен на газ до равнодоходного с Европой уровня. Что это значит? Это значит, что российские цены к 2014-2015 году станут меньше европейских лишь на размер транспортировки, стоимости транспортировки и экспортной пошлины. Вот, собственно говоря, мы график здесь уже с коллегами составили. То есть это означает, что не за горами то время, когда цены на газ возрастут с нынешних 100 долларов, сейчас даже меньше они составляют в некоторых регионах, оптовые цены на газ для промышленных потребителей до 250 долларов. То есть это колоссальный рост. Причем рост этот подогревается просто такими объективными показателями, что в России в настоящее время заканчивается дешевый газ. Вот на этом графике вы можете видеть себестоимость. То есть пока у нас осваивался Уренгой, Ямбург, ну даже южно-русское месторождение, себестоимость газа на входе в трубу, она значительно была меньше, чем уровень цен даже внутрироссийских. Но как только мы уходим вот в эти арктические районы, отдаленные в Восточную Сибирь, мы видим, что себестоимость газа выше практически на порядок. И этот газ, он просто не имеет никаких перспектив взбыта на внутрироссийском рынке с нынешними ценами. Хотя на самом деле с такими ценами и на мировых рынках этот газ спроса не найдет, хотя это уже другой вопрос. Росту цен на газ способствуют и другие причины. Во-первых, это ухудшение финансового состояния российского газового монополиста по причине ухудшения ситуации на мировых рынках. Его целенаправленно, можно сейчас сказать, что европейские покупатели выдавливают со своего рынка, поскольку газпромовский, ну, соответственно, российский газ становится неконкурентоспособным. После того, как в мире в 2008-2009 году произошла так называемая сланцевая революция, сланцевый газ, наверное, слышали, это такой нетрадиционный источник газа, который получил огромное развитие в Америке, в мире произошел избыток просто перепроизводства сжиженного газа, и весь этот избыточный сжиженный газ по демпинговым ценам устремился в Европу. Естественно, цены на него были значительно ниже российского газа, который поставлялся по трубе. В итоге мы видим картину, что с одной стороны падает выручка от экспорта газа, которая как раз являлась одним из инструментов поддержки низких цен на внутреннем рынке. И на этом фоне еще наблюдается такая замечательная картина, как бум строительства мегадорогих магистральных трубопроводов. Это трубопровод «Северный поток» по дну Балтийского моря, трубопровод «Южный поток» в южноевропейские страны по дну Черного моря. Это газопровод с Ямала, который, в принципе, можно было не строить. Были более дешевые пути транспортировки ямальского газа в сторону единой системы газоснабжения. Это газопровод, проектируемый в Китай через Алтай. Это строящийся газопровод с Сахалина на Дальний Восток. Во всех случаях мы видим, что эти газопроводы не обеспечены должным уровнем добычи. И самое главное, они не обеспечены должным, необходимым уровнем сбыта. То есть их экономическая эффективность и необходимость реализации сомнительна. Почему это происходит, это другой вопрос. Но факт остается фактом. Налицо порядка 80-100 миллиардов долларов таких сомнительных расходов, которые, естественно, ложатся тяжким бременем на финансовое состояние газового монополиста. Ну и, соответственно, косвенно на российских потребителей газа, потому что единственным способом в таких неблагоприятных условиях выправить состояние финансовое российского Газпрома – это поднять внутренние цены на газ. И если все-таки эти цены будут подняты так, как планируется сейчас, то есть переход на равнодоходные с Европой цены к 1 январю 2015 года, то мы получим жуткие совершенно ценовые условия для российской промышленности, для российской энергетики, сектора ЖКХ. Поскольку просто с российской энергоемкостью и нормами потребления энергии мы не сможем обеспечить конкурентоспособность товаров, услуг не только на мировом, но и на внутреннем рынке. И это будет, можно сказать, повальное сворачивание бизнеса, кризис неплатежей, банкротство предприятий. И какое главное следствие повышения цен на газ? Следствие то, что этот кризис ударит в первую очередь по электроэнергетике. Как вы знаете, наверное, электроэнергетика у нас газовая. Примерно 53% электроэнергии вырабатывается в России из газа, а в европейской части страны, в некоторых регионах, это свыше 90%. И, естественно, как только начинаются проблемы в газовой отрасли, а эти проблемы, они касаются не только роста цен, но и просто физического дефицита, когда в зимний период, наверное, помните, что творилось зимой 2005-2006 годов, когда просто газа физически не хватало, и в уведомительном порядке ряду электростанций РАО ЕС попросту отключали газ, они вынуждены были срочно переходить на резервные источники энергии, там на мазут в основном. Естественно, этот кризис моментально ударяет по электроэнергетике. И рост цен на газ ввиду очень низкой эффективности российских ТЭЦ, которые давно не ремонтировались, которые отличаются низким КПД, он означает еще больший рост цен на электроэнергию. Даже сейчас при нынешней умеренной стоимости газа цены на электроэнергию для промышленных потребителей у нас уже вовсю стремятся к европейскому уровню. Кроме того, этому способствуют и другие факторы. Во-первых, с 2011 года в большинстве регионов произошла полная либерализация российской энергетики, то есть был отход от регулируемых государством тарифов. Произошло разделение РАУ-ЕС на несколько самостоятельных компаний. Вроде как это должно было сдержать тарифы из-за конкуренции, но реально конкуренции мы не видим, потому что в каждом регионе остался свой монополист. И более того, после приобретения электроэнергетических активов Газпромом фактически монополизм возвращается. И сейчас мы наблюдаем такую просто абсурдную картину, когда нам заполняют потенциальные заказчики биогазового оборудования опросные листы. Мы видим, что во многих регионах стоимость киловатт-часа составляет не 2-3 рубля, как там официально, а 3-4 рубля. И в некоторых регионах даже 5-6 и 7 рублей. Вот 7 рублей это в принципе рекорд, потому что мы сравнили эти цифры с ценами, которые платят европейские промышленные потребители. Мы увидели, что уровень равен, то есть европейские промышленные потребители, особенно в Восточной Европе, это примерно как раз уровень 4-5 рублей за киловатт-час. У них там население действительно платит больше. То есть здесь, как вы видите, исчезает, сейчас уже исчез главный аргумент противников развития возобновляемой энергетики в России, что у нас дешевый газ, у нас дешевые электроэнергии, и поэтому то, что вы предлагаете, никогда не окупится. Вот, пожалуйста, несмотря на то, что у нас энергетическая сверхдержава, и мы действительно богаты газом, макроэкономические условия реализации проектов у нас уже те же самые, что в Европе. И лучше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки, потому что по ценам на электричество мы уже многие Штаты обогнали. Значит, это все еще накладывается, к тому же, и на страшное состояние сетей и объектов генерации. То есть вот помните, наверное, что было перед Новым годом, после ледяного дождя, когда произошел масштабный энергетический сбой, ну, это все будет учащаться, поскольку по-хорошему ни газовые отрасли, ни электроэнергетики, несмотря на изначально очень хорошее состояние в начале 2000-х годов по сравнению с другими отраслями, по-хорошему ими никто не занимался. И в результате сейчас степень износа запредельная. Эти объекты были введены примерно в 70-е годы, и обновление планировалось как раз на 90-е, на начало 2000-х годов. Но этого обновления фондов не произошло. Это в первую очередь сетей. И в результате мы видим, что просто падает надежность энергоснабжения. То есть многие хозяйства вынуждены держать и покупать резервные мощности, чтобы как-то подстраховаться от этих сбоев, особенно в зимний период. Наконец, мы видим просто такое явление, как физическое отсутствие сетей. Как газа, так и электро. Вот, пожалуйста, видите график. Это доступность, то есть наличие инфраструктуры сетевой для сельхозпроизводителей. Все не так хорошо обстоит, как хотелось бы. И здесь еще наблюдается один момент, уникальный в этом случае для мировой практики, но реальный для России. Это когда собственники новых строящихся предприятий, агрокомплексы, девелоперы, допустим, коттеджных поселков, промышленность, они сталкиваются с тем, что им нужно нести расходы не только на физическое подключение к сети, ну, допустим, там построить этот отрезок до ЛЭП или врезку в газопровод, а им необходимо платить за сам факт тех присоединения. То есть, приведу пример. Строится предприятие мощностью 5 мегаватт. И вот в энергодефицитных районах, таких как, допустим, Краснодарский край, Московская область, Ленинградская область, стоимость тех присоединения составляет свыше 100 тысяч рублей за 1 киловатт. То есть, свыше 100 миллионов рублей за 1 мегаватт. Вот представьте, какая сумма за 5 мегаватт, какую сумму придется выплатить собственнику этого хозяйства. Мы считали, что у нас несколько проектов биогазовых в этих условиях окупаются просто одномоментно на этапе инвестиций. То есть, потому что собственнику проще построить свою генерацию, чем нести расходы за тех присоединений. Ну, такая достаточно абсурдная ситуация. Ну, здесь вот, собственно говоря, то, о чем я уже и говорил, что существует, конечно, программа газификации Газпрома, но она не особо выполняется, потому что главное сейчас инвестиционное направление в Газпроме это строительство вот этих мега дорогих магистральных газопроводов, которые позволят обойти нам такие проблемные страны, как Белоруссию, Украину и экспортировать газ напрямую в европейские страны. То есть, там во внимание принимаются в первую очередь политические, наверное, геополитические соображения, но никак не экономическую эффективность. В то время существует огромное количество местных, локальных потребителей, в том числе в европейской России, которые ждут, не дождутся своего газа, но, видимо, дождать будут долго. Теперь, в этой ситуации, естественно, что происходит? В этой ситуации, когда, с одной стороны, растут запредельные тарифы, с другой стороны, требуют огромные деньги за подключение, и нередко вот в эти деньги, о которых я говорил, там, 100 тысяч рублей за подключение одного киловатта, зашито очень большая коррупционная составляющая, потому что, ну, говорят собственнику, что вы понимаете, чтобы мы вас подключили, нам нужно там в сети увеличить мощность, и поэтому нам вот предстоят такие и такие-то инвестиции. Это реально проверить просто невозможно. Поэтому вот этот вот механизм взимания платы за подключение доступа, за подключение к сетям, это, конечно, жутко коррупционная вещь. И, наконец, те компании, которые вроде не испытывают проблемы с сетями, все равно они испытывают проблемы с колоссальным ростом тарифов. Вот мы разговаривали с одним из потенциальных заказчиков в Западной Сибири. Это была Омская область, недалеко находится к границе с Казахстаном. Ну, к сожалению, там по ряду причин проект был нереализуем, у него не было достаточного объема отходов для строительства биогазовой установки, но в итоге он принял интересное решение, он решил свой бизнес прикрыть, и перенести его на другую сторону границы, в Казахстан, где тарифы совершенно другие. И вот этот процесс, он для России очень грустный. Другие собственники, которые сейчас находятся, допустим, в центральной части России, у которых альтернатив нет, они, естественно, обращают внимание на то, что нужно строить собственную генерацию. И здесь возникает вопрос, какую? В первую очередь приходит мысль насчет природного газа, то есть поставить когенератор, мини-ТЭЦ, вот он будет работать. Ну, во-первых, газ не везде есть, как я уже говорил, ну и, во-вторых, эра дешевого газа закончится, то есть они могут столкнуться с тем, что после 2014 года у них эта электроэнергия, производимого из дорогого газа станет попросту золотой. Поэтому все понимают, что газовая генерация это уже не вариант и ищут альтернативу, в первую очередь, в сфере использования возобновляемых источников энергии. Ну вот мы к возобновляемым источникам энергии в первую очередь относим, помимо биогаза, это солнечную энергию, ветровую энергию и энергию малых водотоков, где можно построить мини-ГЭС. И вот здесь как раз выясняется, достаточно безрадостная картина, что потенциал возобновляемых источников энергии, к сожалению, не совпадает с районами спроса на эти решения. Вот вы видите, допустим, ветропотенциал у нас сосредоточен ровной полосой вдоль Северно-Ледовитого океана. Там у нас потребителей, как вы понимаете, не особо много. Ну, есть, конечно, районы типа Сахалина, юга России, горных районов, но это, скорее всего, исключение из правил. Рентабельная ветроустановка, возможно только при средних скоростях ветра от 6-8 метров в секунду, поэтому мы, к сожалению, со своими районами экономической деятельности, в первую очередь с югом Сибири, с европейской частью России, мы здесь немножечко пролетаем. Солнечная генерация. Очень похожая картина. Районы рентабельного использования солнечной энергии, это только юг Краснодарского края, и это Забайкалье, Дальний Восток. Тоже не так много здесь мест, где мы можем рассчитывать на солнечную энергию. Гидроэнергетические ресурсы. Опять-таки, за исключением Иркутской области, Забайкалье, Дальнего Востока и Северного Кавказа, у нас нету рентабельных гидроэнергетических ресурсов в основных энергодефицитных районах. Возвращаясь к биогазу, вот это здесь проблема как раз не стоит. Вы видите, что наибольший биогазовый потенциал находится в наиболее энергодефицитных районах, таких как Южный федеральный округ, Центр России по Волжье. То есть, сырье для производства биогаза есть везде, оно общедоступно, и оно, можно сказать, что равномерно распределено по местности. Поэтому это первое главное отличие от, можно сказать, внутренних конкурентов, других источников ВИА. Второй момент. Как вы понимаете, солнце, ветер, ну и, в общем-то, тоже там вода, поскольку там есть зимний период, когда некоторые реки замерзают, они не отличаются постоянством. В результате, вот такой коэффициент, называется QUM, коэффициент использования установленной мощности, у нас в случае с традиционными видами ВИА, значительно ниже, чем в случае с биогазовой генерацией. Биогазовая генерация, она полностью идентична обычным электростанциям. Есть сырье, есть газ, есть возможность полной, ну или практически полной загрузки нашей мощности и постоянного стабильного производства электроэнергии. Это очень важно, как с точки зрения окупаемости, и это очень важно с точки зрения заинтересованности в сетевых компаниях в работе с нами. Потому что, почему во всем мире сетевики выступают так немножко скептически к возобновляемым источникам энергии? Им очень сложно подстраиваться вот под эти колебания, хотя там сейчас говорят, что получает концепция, развитие концепции умных сетей, которые вот сглаживают эти колебания, подстраиваются под них, тем не менее, вот если взять среднестатистическую ситуацию с российскими сетями, то они готовы будут принять эту электроэнергию, если она не будет ничем отличаться от электроэнергии из традиционной электростанции, допустим, теплоэлектростанции. Поэтому мы сейчас видим, что биогазовая энергетика становится, пожалуй, вот в нынешних условиях, пока еще не приняли, меры субсидирования для других источников ВИЭ, единственным экономически, да и технически обоснованным решением в области децентрализованной генерации, основанной на возобновляемых источниках энергии. И здесь еще нужно понимать, что биогазовые установки, они не могут, да и не будут конкурировать с большой энергетикой. То есть в среднем биогазовая установка, она какую имеет мощность? Минимум это первые сотни киловатт, ну там 100, 200, 300. Самые крупные биогазовые установки имеют мощность, ну по мировому опыту, это 20-30 мегаватт. То есть это, можно сказать, средняя генерация, это не АЭС. И, естественно, этой мощности хватает только на то, ну в большинстве случаев, чтобы обеспечить энергетические потребности самого объекта, источника отходов, ну например, там молокозавод, пивоваренный завод, или максимум скинуть эту электроэнергию в локальную сеть и продать ее соседям. Поэтому мы не должны сравнивать биогаз, допустим, с традиционным природным газом или с большой электроэнергетикой, потому что эти киловатт-часы и эти тысячи кубометров газа, их еще нужно доставить до потребителя и затратить на это значительные средства, после которого стоимость этого киловатт-часа или тысячи кубов, она станет выше, чем стоимость кубометра газа и киловатт-часа, произведенная из биогаза, который потребляется на месте его производства. Вот это очень важно. То есть здесь еще надо понимать, что при производстве, добыче газа обычного, природного, его транспортировке до потребителя колоссальный объем теряется до примерно 20%. Еще примерно 15% теряется в сфере производства и транспортировки передач электроэнергии. Вот производство энергии на месте ее потребления эти затраты экономит, потому что мы эту электроэнергию не передаем по сетям. Это очень важно при сравнении биогаза с обычным природным газом. Хотя если мы посмотрим, допустим, стоимость добывающей мощности, то мы увидим, что биогаз является не самым дорогим вариантом. То есть если, допустим, его сравнивать со старыми, дешевыми месторождениями, открытыми в советский период, там такие, как Южно-Русская, конечно, биогаз будет дороже, но если мы сравниваем стоимость производства биогаза, стоимость мощности биогазовой установки, допустим, с месторождениями Ямала и тем более с арктическим шельфом, то выясняется, что он даже немного дешевле. Но, опять-таки, вот это сравнение носит такой теоретический, гипотетический характер, потому что мы видим сейчас, что 95% собственников биогазовых установок, как в России, так и в мире, намерены этот биогаз использовать для производства электроэнергии на месте. Поэтому мы должны сравнивать не стоимость биогаза со стоимостью природного газа, а мы должны сравнивать стоимость мощности электростанции, работающей на биогазе, естественно, в комплексе с самой биогазовой установкой, с стоимостью установленной мощности традиционных электростанций. И вот что мы видим. Естественно, мы видим, что биогазовая установка уступает, здесь проигрывает, конечно, традиционным газовым ТЭЦ, который обходится в строительстве примерно в 1000 евро за 1 кВт установленной мощности. Биогаз дороже, он от 2 до 5 тысяч. Но, опять-таки, топливные затраты, о которых я уже говорил, сырье собственнику установки достается бесплатно. В то время как покупка газа дорожающего делает электроэнергию золотой. То есть в одном случае низкие затраты на ввод мощности, но потом очень высокая себестоимость производства электроэнергии. В другой случае большие расходы на введение мощности в случае с биогазом, но практически бесплатный биогаз. Потому что расходы, операционные расходы у средней такой биогазовой установки, они составляют 50 тысяч евро в год. И они, в общем-то, какие-то копейки по отношению к ее стоимости. Другие виды генерации. Вот чистые угольные технологии. Они, конечно, тоже немного дешевле биогаза. Это порядка 2 тысяч евро за киловатт. Но с углем тоже масса проблем, потому что он достаточно дорог в добыче и транспортировке. Кроме того, там огромные экологические проблемы в плане утилизации вот этих отвалов угольных. И другие виды генерации, мы видим, они уже начинают проигрывать биогазу. Вот, допустим, атомные станции, на которые так надеются наше правительство и лоббируют принятие программы строительства АЭС по России. Они вообще обходятся в 5 тысяч евро за киловатт-час без учета последующих расходов через нескольких десятилетий на вывод этой мощности из эксплуатации. Кроме того, там огромные проблемы с сырьем, потому что обеспеченность богатыми урановыми рудами в мире, и тем более в России, она намного хуже, чем нефтью и газом. Ну, а про проблемы безопасности я вообще молчу, это все уже понимают. Кроме того, у биогаза есть еще несколько интересных источников выручки. Во-первых, мы практически на халяву получаем в нагрузку к электроэнергии теплоэнергию, потому что биогаз, на нем работает когенерационная установка газопоршневая, фактически такой большой двигатель внутреннего сгорания, мини-ТЭЦ. И побочным эффектом является производство тепла. Естественно, теплоэнергию мы тоже, оно участвует в окупаемости этой установки. Еще один момент, про который я говорил, это экономия на тех присоединении. То есть, если компания ставит свою генерацию, ну, это уже понятно, это я объяснял, но ей уже не надо платить, имея свою генерацию, сетевикам за подключение. Можно вопрос? По-моему, в законе о возобновляемых источниках энергии говорится, что если ты производишь, генерируешь возобновляемую энергию, то подсоединение к сетям бесплатное. Это да? Вот я потом дойду до этого вопроса, когда в конце я расскажу о мерах поддержки. В принципе, там и да, и нет. И да, и нет. Есть еще один момент очень важный. Это продажа удобрений. Я чуть позже поподробнее вернусь, потому что есть добросовестные поставщики биогазовых установок, которые действительно производят чистую воду и удобрения из сырья. Есть недобросовестные, которые фактически из одного вида отходов делают другой вид отхода. И он не является удобрением. Это снижение экологических платежей. Это тоже очень важный источник дохода. Вот приведу пример. Недавно общались с представителями крупного концерна молочного в России. Им в Омской области выставили штраф за несоответствие, так сказать, их отходов каким-то нормам. Примерно в 12 миллионов долларов. То есть это примерно стоимость биогазовой установки на 3-4 мегаватта, которые бы они могли поставить за эти деньги. То есть вообще с экологией сейчас интересная картина наблюдается, потому что все мы знаем, как собираются у нас в стране экологические платежи. Вернее, они не собираются. Но в условиях бюджетного дефицита сейчас правительство определило, что ужесточение экологических норм и ужесточение собираемости этих платежей просто будет являться одним из источников ликвидации этого бюджетного дефицита. Поэтому вот такие истории с штрафами неподъемными, они, конечно, будут возрастать. Понятно, почему, конечно, с этим делом сейчас не спешат, потому что если штрафовать предприятие по тем нормам, по закону 2003 года, какие сейчас официально приняты, то можно, конечно, их сразу закрывать, потому что там, допустим, за тонну птичьего помета экологический платеж составляет порядка 500 рублей, а у них там несколько сот тонн в сутки у крупных комплексов бывает. Так что ситуация такая, что гайки здесь будут закручивать, но может быть выборочно в отношении тех предприятий, которые будут платить. И, наконец, есть еще один потенциальный источник выручки. Это получение денег в рамках киотских квот. Прецедентов пока нет, но теоретически... Ну, в России прецедентов нет, но это теоретически возможно, потому что метан вообще, когда он выходит в атмосферу, он содержит очень много выбросов СО2, и здесь мы видим, что средний биогазовый проект, ну, там, мощностью, стоимостью порядка 5 миллионов евро, он может ежегодно получать компенсацию по киотскому протоколу 10% от своей стоимости. Такая неплохая прибавка. Значит, еще раз пройдемся по экономическим преимуществам биогазовых проектов. Во-первых, сроки окупаемости при нынешних ценах на электроэнергию, а основная статья выручки собственника биогазовой установки, это все-таки производство электроэнергии, они составляют сейчас для крупных установок от 3 до 5 лет. С момента ввода в эксплуатацию, ну, если считать с момента начала инвестиции, ну, тогда 1 год примерно надо прибавлять, значит, будет 4-6 лет. Если предприятие имеет проблемы большие с экологами или проблемы с техприсоединением, то можно с уверенностью говорить, что это сократит срок окупаемости вдвое. И это минимальные операционные расходы, потому что там полная автоматизация, ну, что называется, там ломаться практически нечему, кроме газопоршневого когенератора, они минимальны. И вот сейчас будет следующий график, на котором показан коридор рентабельности биогазовых проектов. Так, ну, график что-то не показывается. Ну, во всяком случае, к сожалению, не все так радужно, потому что главным недостатком как раз биогазовых технологий, вот по крайней мере в нашей российской действительности, являются достаточно узкие рамки окупаемости. То есть у нас слишком маленькие проекты, скажем, до мощности 500 киловатт, они окупаются примерно больше, чем за 7 лет, потому что слишком высокие удельные расходы на саму установку, на мощность, то есть маленькие заводы, они, в принципе, не конкурентоспособны. Крупные предприятия, ну, это примерно от 5 мегаватт и выше. С одной стороны, мощность обходится дешево, с другой стороны, начинаются другие проблемы. Это проблемы с обеспечением сырьем, отходами, и вторая проблема, это вопрос сбыта электроэнергии. Да, да. А просто мы один момент прощили. Для нормального протекания, для рационирования процесса в металтенке, нужен определенный температурный режим. Вот до какой широты вообще возможно их ставить? Вот сейчас до... Как раз я хотел сейчас переходить к техническим проблемам. Да, да, да. Сейчас перейдем. Сейчас здесь как раз... Следующая информация, она посвящена тому... Так, пейдждаун сделаем. Вот, собственно говоря, о чем я говорил. То есть это зависимость сроков окупаемости. С одной стороны, от мощности биогазовых установок по... Сейчас, сори. И от стоимости киловатт-часа. Вот вы видите, как только у нас величина тарифа превысила 3-4 рубля, у нас, в общем-то, быстро окупаемыми стали проекты достаточно все большие. И маленькие, и крупные. Как только... Пока электроэнергия была меньше 2 рублей, ну, это до 2008 года примерно, то, конечно, реализация биогазовых проектов, может быть, была увлекательным мероприятием, но достаточно сомнительным. Ну, вот риски, вы видите, тут наши специалисты подсчитали, в общем-то, практически везде низкие. Я бы сказал, что единственный риск, это валютный, поскольку пока в России нету производства комплектующих для биогазовых установок, приходится завозить оборудование из Европы, а экономическая деятельность у нас потом в рублях. Поэтому для минимизации валютных рисков нужно будет обязательно хотя бы часть этого оборудования здесь размещать в России. Мы разработали ряд критериев оценки выгодных биогазовых проектов. Мы сейчас видим, что, конечно, заниматься стоит только теми объектами, которые имеют установленную мощность от 1 мегаватта и выше. В тех регионах, где стоимость электроэнергии для конкретного предприятия превысила 3,5 рубля. И самое главное, для тех объектов, которым отходы достаются бесплатно. Вот это главное свойство успешного биогазового проекта, поскольку в Европе с этим уже возникла большая проблема. Первоначально, когда рынок был еще не занят, примерно 10-15 лет назад, собственники отходов агропромышленного комплекса даже доплачивали владельцам установок какие-то деньги, порядка 10-15 евро за то, чтобы они это сырье взяли и утилизировали. Сейчас же, после того, как в Германии построено 9 тысяч установок, мы видим обратную картину. Собственники установок конкурируют за сырье, и фермеры выставляют им счет за продажу своего сырья. И идет просто повальное банкротство даже мощных биогазовых установок. Вот чтобы этого не было, естественно, нужно заранее на стадии подписания долгосрочных договоров с сельхозпредприятием, с предприятием пищевой промышленности эту проблему как-то решать. Дальше. Здесь у нас. Значит, по поводу объемов отходов. Что такое мегаваттные установки? Это крупные объекты. То есть, если это свинокомплекс, то это больше 50 тысяч голов. Если это комплекс КРС, это больше 5-6 тысяч голов. Это птицефабрики с поголовьем от миллиона. То есть, это большие объекты, их не так много. Это порядка, максимум 10 объектов на регион. И в результате мы видим, что потенциал, о котором я говорил раньше, биогазовый потенциал России, он, конечно, значительно меньше, значительно ниже, чем указанные примерно 80 миллиардов кубов в год. То есть, экономически обоснованный потенциал, если брать проекты с окупаемостью до 5-6 лет, это где-то, наверное, раза в 4 ниже. То есть, это 20-25 миллиардов кубов, не более. То есть, здесь те компании, которые выходят на российский биогазовый рынок, они не должны строить какие-то иллюзии и пытаться застроить всю страну этими биогазовыми установками. Теперь вот как раз буду отвечать на вопрос по поводу возможности реализации этих проектов в России, в наших суровых климатических условиях, и почему же у нас так со скрипом эта тема двигается. Действительно, сама технология предусматривает, что внутри биогазового реактора должна постоянно поддерживаться температура примерно 38-40 градусов. Это так называемый мезофильный режим. Есть еще установки с термофильным режимом, где больше 50 градусов, но они являются более капризными, поэтому они не распространены. И оборудование, естественно, должно быть обеспечено к российским климатическим условиям, мы видим, что большая часть европейских поставщиков не соблюдает эти условия, она тупо пытается ставить установки такие же, как у себя в Германии, грубо говоря. Вот мы видим это уже на примере одной из установок в центральной России, когда на комплексе КРС в первую же зиму начались проблемы, связанные с промерзанием конденсата в трубопроводах. И здесь не должен быть подход, что надо банально просто теплоизоляцию увеличить. Это необходима другая конструкция, полный отказ, допустим, от бетона, от встроенного газгольдера. И немногие компании инжиниринговые готовы заниматься вот этой адаптацией. Второй момент – это использование технологий для работы на слишком жидком субстрате. Вот известно, что предприятия пищевой промышленности, водоканалы, свинокомплексы, у них отходы – это практически вода. То есть там сухая фракция составляет менее 3%. И если строить обычного типа установки со стандартным временем метанизации, цикл брожения, когда образуется биогаз, 20-30 дней, это просто установки будут золотые, они займут огромную площадь, нужно будет строить огромное количество вот этих метантенков. Здесь необходимо использование метантенков второго поколения, так называемые UASB модули, которые имеют время метанизации менее суток и предназначены как раз на работе с жидкой фракцией. И, наконец, есть еще одна очень важная проблема. Это как раз, которая по какой-то причине обойдена вниманием в Европе. Это то, а что делать дальше с этими отходами, которые выходят из биогазовой установки. Вот, к сожалению, большая часть европейских поставщиков оборудования, даже таких крупных, они говорят, что все, что у нас есть на выходе из установки, это удобрение, которое можно спокойно развозить на поля и получать какой-то там экономический эффект, утилизировать. Но, во-первых, это удобрение с очень высоким содержанием азота, который в процессе метанизации увеличивается в несколько раз. Существуют, естественно, нормы внесения этих удобрений жидких, иначе мы просто землю, почву сожжем. Во-вторых, это сам объем. Если установка крупная, то объем вот этой переброженной массы, он составляет свыше 500 тонн в сутки. И если посчитать, какие нам предстоят затраты на то, чтобы эту переброженную массу развести, пусть даже по близлежащим полям в радиусе 10 километров, и внести в землю, то выяснится, что это еще вторая биогазовая установка. В результате в Европе мы видим, что собственники биогазовых установок вынуждены рядом с ними строить вот такие огромные хранилища вот этого переброженного субстрата, которые постоянно переполняются, они строят второе хранилище и так далее. То есть в Европе вот эта отрасль, которая изначально субсидировалась как энергетическая, она фактически зашла в экологический тупик, потому что некуда девать отходы, которые просто перешли немножечко другую стадию. Поэтому единственным вариантом использования биогазовых установок это является в первую очередь использование их экологической функции, а уже потом энергетической. То есть мы должны вот эту огромную переброженную массу разделять на 85% чистой воды и на 15% гранулированных высоко качественных удобрений, которые уже угодны к транспортировке на большие расстояния, к экспорту. Вот как раз у наших партнеров такая технология есть. И вот, собственно говоря, еще раз возвращаюсь к схеме установки. То есть мы обеспечиваем полностью безотходное производство. Это очень важно. Без этого биогазовая отрасль для нас в принципе зайдет в тупик. То есть мы должны расценивать эти установки как в первую очередь очистные сооружения, ну а энергетику как дополнительную статью о купаемости. Все вроде бы хорошо. Мы подготовились с коллегами к работе на российском рынке. Технологические вопросы были полностью решены. Наконец-то мы дождались 2011 года, когда многие компании уже горят желанием эти установки строить. Но мы видим, что вот тем не менее рынок продолжает буксовать, что называется. То есть желание вроде бы с одной стороны есть, интерес огромный. В России приходит несколько десятков запросов в месяц, ну может быть в два-три месяца нескольких десятков запросов на оборудование, но расстаться с деньгами компании не спешат. Во-первых, основная причина – это все-таки недоверие к этим технологиям. Для России это дело новое. Вторая причина – это сложно получить финансирование. И в финансовых структурах, даже таких, которые этим направлением уже занялись, например, тот же Росагролизинг, еще нет понимания, чем отличается хорошее оборудование от не очень, хороший биогазовый проект от убыточного. И самая главная проблема – это то, что у собственников предприятий нет желания тратить деньги на непрофильные активы. А биогазовая установка, как энергетический объект, это, в общем-то, непрофильный актив. Нам говорят, да, мы видим, что у вас проект хороший, окупается быстро, он даже более выгодный, чем наше вложение в расширение бизнеса, основного производства, но мы не можем тратить деньги на непрофильные активы. Поэтому вот сейчас от самых крупных клиентов мы имеем предложение о том, чтобы эти проекты реализовать самостоятельно, о том, чтобы создать энергосервисную компанию, которая бы самостоятельно построила установки, создала бы эту локальную генерацию, получала бы от собственников этих отходов сырье и направляла бы им энергоресурсы по ценам, привязанным к рознице. Возможно, более низким. И вот мы видим, что когда мы приходим к компаниям вот уже с таким предложением, что давайте мы вам не продадим оборудование, а мы предоставим вам энергетические, экологические, сервисные услуги, то, естественно, реакция совершенно другая. Можно сказать, что уже они чаще к нам звонят и обращаются, когда мы, наконец, их проект начнем. У биогазовых установок, естественно, есть и множество таких преимуществ с точки зрения регионального развития, потому что мы получаем источник дешевых комплексных удобрений, которые по своим характеристикам значительно превышают стандартные минеральные удобрения. Эти испытания нашими коллегами из Института микробиологии под Питером они уже проведены. И эти удобрения, они выигрывают не только по эффекту минеральных, но и по стоимости, потому что минеральные удобрения это, опять-таки, очень энергоемкий процесс. Есть прямая зависимость их стоимости от стоимости энергии, то есть природного газа. И в результате мы вот и на этом, можно сказать, фронте начинаем обыгрывать традиционных поставщиков и энергии, и минеральных удобрений. Ну, про экологические преимущества я уже говорил. Здесь, собственно говоря, мы видим колоссальный рынок вот этих экологических услуг. и особенно здесь у нас надежда на то, что наконец-то все-таки хотя бы на уровне регионального законодательства будут закручены вот эти гайки и государство обяжет компании, пусть по какой-то минимальной цене, но отправлять свои отходы в адрес собственников биогазовых установок. В принципе, по некоторым регионам мы уже инициировали вот это движение на уровне регионального законодательства, и оно нашло полное понимание. Ну, бюджетные преимущества это тоже особая тема, потому что вот мы видим, что когда с января этого года резко возросли цены на электроэнергию, то началась какая-то вот, я не побоюсь этого слова, децентрализация регионов. Все хотят строить свою вот эту локальную распределенную генерацию, пусть она там занимать будет первые проценты, там максимум 10%, но это будет свое, это будет подстраховка от растущих тарифов естественных монополий. И мы видим, что, конечно, как только вот эта локальная генерация, неважно, там на биогазе или на других источниках она будет создана, то, наверное, следующим этапом у нас будет какая-то уже просто политическая самостоятельность регионов, потому что, в принципе, они не будут связаны по рукам и ногам взаимодействием с нашими естественными монополиями. Есть еще одно важное преимущество, что биогазовая установка, любая, она является базой для создания новых видов сельхозпроизводств с большей добавленной стоимостью. Ну, я приведу очень простой пример. Допустим, есть у нас ферма КРС, которая еле-еле сводит концы с концами по энергии, сетей лишних ей не подводит, и она вынуждена продавать сырое молоко по минимальной стоимости, которую ей диктует рынок, просто потому, что у нее нет других вариантов. У нее, может быть, и были бы деньги построить молокозавод, но энергии нет, сетей нет, картина печальная. Как только появляется избыточная дешевая электроэнергия, то появляется и возможность развивать новые виды переработки своей сельхозпродукции. Ну, вот, пример с молоком я провел, это может быть пастеризация как минимум, и это уже совершенно другая стоимость. То есть мы видим, что здесь происходит не только замещение покупной тепло- и электроэнергии, газа, а здесь именно идет интенсификация сельского хозяйства. То же самое можно сказать о том, что энергия может использоваться для сушки кормов, для организации тепличных хозяйств, но здесь можно привести огромное количество примеров. Теперь по поводу того, что, собственно говоря, мы сейчас пытаемся лоббировать на уровне российского энергетического агентства. Это агентство, можно сказать, подразделение Минэнерго, которое сейчас занимается и курирует биогазовую энергетику в стране и на уровне администрации регионов, чтобы это дело все-таки быстрее пошло. Вначале, на наш взгляд, нужно реализовать все-таки несколько пилотных проектов, но грамотных, которые бы показали, что это дело может быстро окупаться. Второе, это разработать программу оценки биогазового потенциала, которая по каждому региону нашла точки роста биогазовой энергетики, вот те примерно 10 объектов по каждой области, где в первую очередь уже в нынешних условиях макроэкономических можно этими проектами заниматься. И самое главное, это решить вопросы обеспечения биогазовых установок отходами, с одной стороны, а с другой стороны вопрос сбыта продукции биогазовых установок. Ну, с обеспечением отходами я уже говорил, то есть сейчас уже по нескольким регионам решается вопрос создания специализированных компаний под эгидой государства, которые будут собирать отходы с нескольких комплексов и снабжать ими биогазовые установки. Но вот самый такой больной для нас вопрос, это решение вопроса сбыта продукции. В первую очередь электроэнергии, потому что электроэнергия в структуре выручки составляет примерно три четверти. Вот здесь как раз наблюдается интересная картина. Мы, пока система поддержки сбыта электроэнергии в сеть не работает, мы вынуждены подбирать те объекты, мощность которых значительно превышает мощность биогазовой установки, чтобы гарантированно вся электроэнергия потреблялась на самом комплексе. То есть это вот классическое такое натуральное хозяйство, локальная генерация, это на самом деле неплохо, очень многие компании заинтересованы. То есть если им не хватает нашей электроэнергии, они тогда уже что-то докупают из сети. Но, к сожалению, вот допустим, в сегменте агропромышленного комплекса, там допустим, комплексов КРС, это не всегда возможно, потому что у них очень скромное свое энергопотребление. И вот здесь как раз на помощь приходит механизм, который сейчас активно рассматривается в правительстве и ожидается, что он будет принят в начале следующего года. Это возможность поставок электроэнергии в сеть в счет компенсации потерь. То есть сетевые компании у нас, когда транспортируют кому-то электроэнергию, они ее достаточно много теряют. Особенно там в регионах с большой генерацией и с большими потребителями типа металлургических заводов, например. И они вынуждены вот эту потерянную электроэнергию покупать, докупать, чтобы ее компенсировать, эти потери, на розничном рынке, иногда по ценам, которые даже превышают цены на розничном рынке. Поэтому, когда мы предлагаем сетевым компаниям купить электроэнергию у нас, то на самом деле это встречает полное понимание. И здесь еще к тому же приходит на помощь закон, который обязывает в первую очередь покупать эту электроэнергию у собственников объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии. Ряд региональных администраций, например, Белгородская область, они немножечко так побежали впереди паровоза, и они приняли вот этот комплекс мер. И даже немножко перегнули палку, потому что формула цены киловатт-часа, она привязана к окупаемости, ну, а соответственно, к стоимости вот этих объектов генерации. И в результате, если завысить по ряду там причин стоимость биогазовой установки, как там получилось, допустим, в Белгородской области, то стоимость вот этого зеленого тарифа, по которому у нас покупают сетевики, она превышает 10 рублей. Именно там так и получилось. Ну, мы считаем, что это, конечно, перебор, потому что на федеральном уровне такая мера поддержки она не прокатит. Но я хотел бы еще повторить, что для того, чтобы это дело развивалось, достаточно, в принципе, цен на уровне розничного рынка, то есть это 3, 4, 5 рублей. Это будет более чем достаточно. Значит, ну, вот по поводу этапов я уже сказал, по поводу этапов оценки биогазового потенциала. Мы предлагаем в первую очередь уточнить вот эти предприятия, где отходы находятся, посчитать по ним экономику и после этого уже принимать программу на региональном уровне, поскольку после ее принятия мы тогда сможем намного проще разговаривать с инвесторами. Инвесторам просто нужен выбор. Им мало принести там, допустим, 5 проектов, им нужно предоставить 25 хороших отобранных нами проектов с окупаемостью меньше 5 лет, из которых они для себя на первом этапе выберут около 5 и реализуют. Это информация о компании. В заключение сейчас тут еще пару минут на вопрос тогда оставлю. Хотел сказать, что общий тренд, который мы видим как по миру, так и по России, это в первую очередь географическая территориальная диверсификация получения энергии. И диверсификация выраженная в том, что становится все больше источников энергии. То есть если мы скажем так на этапе нефтейных кризисов 70-х годов видели, что ответом на это стало поиск источников нефти и газа западными странами у себя, они эту задачу выполнили, то вот сейчас у нас немножечко новый виток это когда каждая страна, каждый регион пытается найти свои уже возобновляемые источники энергии, чтобы снизить в целом зависимости от свою степень зависимости от углеводородов. И вот здесь биогаз он является таким достаточно универсальным, потому что он с одной стороны отходы везде есть, с другой стороны мы из этих отходов можем получить несколько источников выручки. Поэтому вот собственно говоря будущее за такой энергетикой может быть локальный, малый, в чем-то похожий на натуральное хозяйство, на децентрализованные и уменьшение доли вот этих огромных сетей, огромных электростанций, особенно в нашей стране с учетом их состояния близкого к кризисному. Вот, будет у нас приняты меры поддержки возобновляемых источников не будут, это в принципе сейчас уже значения не имеет, поскольку процесс пошел как-то не сверху, как в Европе, когда сначала приняли меры господдержки, а потом эти отрасли стали развиваться, а именно снизу как ответ на вызовы вот кризисного состояния нашего топливно-энергетического комплекса. Вроде бы все, спасибо за внимание, так что готов еще раз на вопрос ответить, да, потому что немножко забыл, и если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста. Меня зовут Алексей Сеншалин, вопрос. Ну, повтори вопрос, то есть вы говорили, что есть прецеденты реализации проектов, и в законе существующем уже в обновляемой энергетике сказано, что подсоединение к сетевым мощностям якобы там как-то бесплатное за счет государства, как это реализуется на практике? К сожалению, сейчас еще нет прецедентов по подсоединению биогазовых установок в сети. Те биогазовые установки, которые работают в России, это установка на Мосводоканале, это установка в Калужской области на предприятии Мосмедыня Грагпром, они работают исключительно на себя, сети там нет. И вот в Белгородской области, я, честно говоря, надо это повнимательнее посмотреть, региональное законодательство, которое там указано, там может быть и будет ситуация отличаться от федерального закона. по моей информации, но это надо перепроверить, там не платят они за подключение к сетям. То есть они там строят и передают электроэнергию. А можно такой необычный вопрос задать? Он немного несерьезный. Скажите, а вот есть какие-то побочные инфекции от этих газовых установок, например, запах или что-то? Вот как раз хороший вопрос. Все правильно. Значит, если у нас есть отходы изначально, то, конечно, запах есть. Если нет биогазовой установки, запах есть. Если есть биогазовая установка, запаха нет. Потому что она как раз и направлена на то, чтобы эти последствия устранить. То есть сырье в ней бродит в анаэробном режиме без доступа воздуха, то есть полностью изолирована. А вот то, что уже выливается, если это обычная биогазовая установка, которая предлагается недобросовестными поставщиками, то там, конечно, есть небольшой запах, но совсем небольшой, и он чувствуется буквально на расстоянии до 10 метров. запах, я сам видел, когда ездил на установке. А если мы этот полупродукт, который выливается из установки, еще перерабатываем на 85% объема чистой воды и на уже небольшой объем удобрений, то запаха нет вообще никакого. То есть как раз это такая тема, направленная на улучшение экологической ситуации. Так, ну все, вроде бы. Сейчас я посмотрю, может быть, тут в конце запустится ли у меня видео. Да, это вот, собственно говоря, тут на 3 минутки видеоролик, который показывает, как выглядит установка, работает. Может быть, будет интересно посмотреть, сейчас я вот. Это, собственно говоря, химический процесс описывается, там дальше будет съемка, как это дело выглядит в реальности. есть ли смысл маленьким фермерам, самим для себя покупатель газовой установки устанавливает, например, если это 3000 голов свиней, или небольшой фермер, где корова, есть ли смысл в этом? 3000 голов так на грани, то есть, 3000 голов это порядка 500 киловатт будет, то есть, все зависит от цены, от, там, вот. А, значит, если совсем маленькое хозяйство, там, 100-200 голов не стоит, либо, если это Китай, там, свои какие-то поставщики оборудования, полукустарные, и, соответственно, у них какая-то там экономика складывается, но вот с нормальным европейским дорогим оборудованием, но и надежным, это не стоит. То есть, вот я сказал, там, критерий 5000 голов и не меньше. Есть установки, работающие в Канаде, забыл, как там, провинция называется, ну, типа нашей Якутии. Да, минус 50-60 градусов установки нормально работают. Просто больше они хорошо утеплены. Размер затрат на это дополнительное утепление, оно не сопоставим со стоимостью установки, но может быть. Ну, да, то есть, можно ставить в Якутии спокойно. Просто нету опыта еще, и поэтому очень многие поставщики, которые не адаптировали свою технологию для России, они говорят, а, это вообще невозможно. Это все возможно. То есть, даже вот эта установка в Калужской области, которая не адаптирована была никак, она прошла морозы 30-ти градусные уже две зимы и нормально работает. Еще, спросите, я вам сильно отдачу. То есть, основная отдача идет за счет продажи электроэнергии? То есть, я выяснил, у вас самих источников о том, что продажи вот этой этой целью? Правильно. Потому что есть установки, тоже, опять-таки, полукустарные, где вообще электроэнергию невозможно производить, потому что там очень маленький выход биогаза и они сделаны исключительно для производства удобрений. Есть такое, да. Но вот если мы говорим о промышленных установках, о которых я говорил, то есть, от мегаватта и выше, то структура денежных поступлений вот такова, которую я отмечал. То есть, 70%, а то и больше, это электроэнергия. Еще, все остальное это потенциально может быть если экологические проблемы есть, если экологи деньги снимают, то это экология. Если нужно много тепло, ну там, допустим, молокозавод, там тоже пивоварня, спиртовой завод, значит, доля теплой энергии растет. Удобрение по моим подсчетам не больше 20%. у нас не больше 20%. Вот, собственно говоря, это вот, да, как все работает. Так что спасибо за внимание.